В дистанционном формате в этом году в Искитиме прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». От старта до финала дошли все 10 конкурсанток. Имена победителей в нашем следующем сюжете. Красная ковровая дорожка – как финальное испытание для каждой конкурсантки. Хотя за этот выход дополнительные баллы не получить. За время проведения конкурса привыкнуть к столь пристальному вниманию педагоги так и не смогли. Все испытания проходили в дистанционном формате. Они получали задания, снимали видео, монтировали и отправляли комиссии. Я хотела показать, что можно с ребятами заниматься не только традиционными методами, но и использовать какие-то нетрадиционные методы. Вот я, например, в своей работе показывала нетрадиционные методы – это песочную терапию. 10 педагогов дошкольного образования приняли участие в городском этапе конкурса «Воспитатель года». Среди них как молодые педагоги, так и опытные коллеги. Все участницы прошли путь от старта до финала. Технические нюансы присутствовали. Вот это вот для меня была сложность. И я сейчас делаю выводы, что надо в этом отношении развиваться и совершенствоваться. Мы друг друга не видели, не видели, кто как выполняет задания, поэтому тут некая интрига скрывается тайно. Еще суть такая дистанционного формата в том, что мы конкуренции как таковой не чувствуем. И немного волнения, когда при выдаче заданий и выполнения их немного отсутствовало. Формат конкурса сменили из ограничений, которые наложены из-за пандемии. Это стало сложным и для участниц, и для комиссии. Личное присутствие на мастер-классах, открытых уроках дает возможность спросить, уточнить и почувствовать человеческие качества педагога, отметил Вячеслав Бесхлебный. Мы немножко изменили судейство, вообще подход к судейству. Мы не только были членами жюри, был экспертный совет из числа руководителей образовательных, дошкольных образовательных организаций, чьи конкурсантки не участвуют в конкурсе. Членами жюри выступали не только сотрудники управления образованием молодежной политики, но и старшие воспитатели. Поэтому оценки на сегодняшний день, я считаю, что в этом году самые объективные. В этом году помимо главного победителя есть и дополнительные призы. Воспитатель «Колокольчика» Наталья Кудаспаева победила в номинации «Педагогическое мастерство». В разделе «Педагогическое творчество» отмечена Елена Левченко из «Родничка». Екатерина Мануйлова из «Дюймовочки» стала лучшей в номинации «Педагогический талант». Ольга Суслова и Мария Шварц – воспитатели «Орленка» и «Росинки» отмечены в номинациях «Педагогическое вдохновение» и «Педагогическая находка». А представлять эскетим на областном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» будет Светлана Надь, воспитатель детского сада «Журавушка». АПЛОДИСМЕНТЫ